МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Михаил Михайлович Пасохин. Советский и российский архитектор, академик, вице-президент Российской академии художеств. Автор и соавтор более 300 проектов, впоследствии сформировавших современный облик Москвы и ее центра. Среди них корпус номер один Московского Кремля, 75-этажный комплекс Меркурий-Сити-Тауэр на территории Москва-Сити, комплекс Арбатский бульвар. По проектам Пасохина возведен храм Христа Спасителя и реконструирован старый гостиный двор. Михаил Михайлович, я очень рада вас видеть в нашем проекте лично знаком. Спасибо. Вы когда-нибудь собирали марки? Собирал. В каком возрасте? Ну, наверное, где-то, когда учился в шестом, в седьмом классе. Вот такая марка у вас была? У меня был и конверт. А, вот, есть конверт, да. На этой картинке марка, а на марке изображен? Михаил Васильевич Пасохин. Михаил Васильевич Пасохин. Вы гордились такой маркой? Ну, вы знаете, я настолько это уже как-то был привычно в свое время. Я родился в такой семье. Ну, если взять любой учебник истории архитектуры или вот энциклопедию полистать, ты откроешь и обязательно в первом топе ты увидишь фамилию Пасохин и Пасохин. Я старался быть похожим на него в каком плане? Отец, он был прекрасный акварелист. Я хотел и тоже писал акварелью. Мне все время хотелось писать лучше, потому что я писал хуже. Понимаете? Потом было замечательно то, что он меня брал всегда, мы когда ехали куда-то в воскресенье, он рисовал всегда что-то. Мы ездили с ним в различные, в общем-то, старорусские города, там рисовали, писали. Вот. И постепенно у меня вот это развивалось художнические чувства. Тем более, что у меня вторая половина, мама, она артистка художественного театра. Понимаете, это такое смешение. Конечно, то, что касается отца, он был более человек такой, ну, что ли, сдержанно строгий. Ваша мама Галина Аркадьевна Попова-Пасохина. Хорошая очень актриса, очень талантливая актриса. Я так понимаю, что она могла стать и народной актрисой, но большое количество времени и сил посвятила своему мужу, архитектору. Я так понимаю, дело в этом? Ну, значит, там история этого, значит, события такова. Она достаточно рано ушла со сцены, потому что этот как раз был такой сложный период, когда там засиделись возрастные артисты. Это МХАТ. Прежний. И там молодых играли все время еще уже там 60-летние. Маститы. Ну, конечно, в этот момент следующее поколение, которому принадлежала она, и оно, конечно, сдерживалось этим, потому что не было смены поколений. И поэтому она действительно, как вы правильно сказали, в общем-то, с одной стороны, не хотела уже переходить в положение в тот возраст, когда ты стареешь на сцене, а все время продолжаешь играть все те же роли. С другой стороны, надо было действительно обратить внимание и на папу, и я тут, как говорится, уже подрос. Михаил Васильевич Пасохин, насколько я понимаю, могу представить эту эпоху и это время, конечно, он всемогущий человек. Наверное, у него гораздо больше орденов, но четыре ордена только Трудового Красного Знамени. Народный архитектор, человек, который построил... Ну, ряд Ленинской премии. И Сталинской в том числе. Просто не могу не опубликовать несколько его регалий. И автор генерального плана Москвы, наверное, это все-таки важная история. Свыше 25 лет главный архитектор города Москвы, заместитель председателя гостроя, но это, по сути, министр. Да, он, собственно говоря, и был министром, потому что прежде всего он возглавлял Государственный комитет по гражданскому строительству и архитектуре. И Тире, министр СССР, и еще Тире, заместитель председателя гостроя. И он оставался еще главным архитектором Москвы одновременно. Многие-то мечи знают, а многие не знают, что вот это очень громкое имя Пасохин прямиком имеет отношение к городу Томску. Поскольку Михаил Васильевич Пасохин родился в 1910 году в городе Томске. Так точно. У папы была очень трудная судьба. Дед был поражен в правах, потому что у него здесь была, так сказать, типография и магазин книжный. Деда на перевоспитание отправили в лагерь. Поэтому его не принимали в Академию художеств. Он хотел, поступал на архитектурное отделение в Петербурге, Ленинград тогда. Он послал свои акварели Алексею Викторовичу Щусеву, который его... Выдающемуся архитектору генерационного оператора. Да, и он попадает к нему в мастерскую. И одновременно, так сказать, работая там, он также еще слушает курсы в этом самом архитектурном институте. По сути, первый его объект — 1943 год. Сразу здание Министерства обороны. Вот трудно себе представить, в каких жестких условиях и в каких опасных условиях. Это ведь достаточно серьезная история. Ну, вы знаете, о том времени мы с вами мало чего знаем. А он вам рассказывал? Да нет, ну, у нас вообще о политике школа была такая в жизни, что ни слова о политике не говорилось ни в семье, нигде. Тем более, когда он уже стал занимать определенные посты, тем более. Это нельзя было делать нигде. Вообще, архитекторов, если так взять по репрессиям там и прочее, Ну, в общем, было репрессировано по сравнению с другими, не очень много, потому что надо было восстанавливать после войны. А с другой стороны, Сталин был архитектором социализма. Ну, так сказать, у него был провозглашен. Поэтому у нас в архитектурном институте учились очень многие дети членов политбюро. Ну, допустим, значит, Маленкова училась, и потом Кагановича дети. А я еще учился с внучкой его. Ну, это еще продолжалось, так сказать. Вот. Поэтому, в общем, эту профессию особенно не трогали, понимаете. Сам факт. Вот мальчик, молодой человек из Сибири, из города Томска, поступает там в институт Москвы и достаточно быстро попадает в эту прекрасную мастерскую Щусева, известного архитектора. И дальше достаточно быстро. Такой человек родился вот в такой рубашке, что ли. Потому что было понимание тогда того, что архитектор наилучшим образом выражает вкусы и цели политики. Так же, как природа появления, допустим, высотных зданий в Москве, вот этих сталинских высоток, как их называют, это же на самом деле, так сказать, была идеология памятников войне. То есть, это была идеология победителей. Ну, это действительно тогда производило впечатление. В 49-м году он уже получает сталинскую премию за строительство сталинской высотки на площади Восстания, да? Скажите, пожалуйста, у меня... Да, сейчас Кудринская. Я не могу ответить на вопрос. Меня, кстати, давно интересовал этот вопрос. Нет ответа. Вот не просто красота здания, монументальность, красота, внутреннее убранство подъездов, хрустальмрамора и так далее. Объясните мне, как можно было обставить даже квартиры в этой высотке? Мы там жили. И вы там жили? Да, до 63-го года, значит, мы там жили. Да. Опишите квартиру, пожалуйста. Ну, во-первых, когда мы переехали в эту квартиру, это, конечно, ну, вообще это было событием, ну, я вам скажу, причем нам дали четырехкомнатную квартиру. То есть, по рангу в то время, если брать... Крышка. Это, ну, выше уже не бывает. Там не было ни одной детали, не нарисованной архитектором. Мебель была, только кухня встроенная была, и какая-то была мебелировка в ванной комнате, какой-то там сундук для белья грязного, там еще что-то было, ну, какие-то вот такие. Одинаковые во всех квартирах, вот, одинаковые? Ну, я не знаю по всем квартирам там, но вот в наши это было. А какой паркет был, из какого дерева? Из дуба. Из какого? Во всем доме, да, дубовый паркет? Ну, конечно, ну, что, все было сделано, там ручки, все, сейчас половину свинтили, украли, разграбили, разграбили магазин и уничтожили прилавки из красного дерева, накрытые мрамором. Это на первом этаже, да? Да, ну, эти мы, вы знаете, в этот магазин ходили, ну, просто как, не знаю, куда-то, в храм, в музей люди, потому что такое богатство и красота всего этого, ну, не видно. Вы представляете, там были, что потрясает сегодня, лифты, да? Они были тоже красного дерева облицованы, все, в самом начале там еще были эти лифтеры сидели, ну, как во всех, вот вы смотрите иногда американские фильмы, там, значит... И лифтеры, и консьержи, например? Ну, консьержи, это понятное дело, никого не пускали, там, ну, а лифтеры, у меня, значит, ребята, которые в школе, которые еще говорят, Миша, покатай нас на лифте. Выкатали? Ну, конечно, я, ну, приводишь с собой, там, там это сидит, спрашивает, а что это за компания? Ну, поэтому приходилось там, ну, пять человек уже, это, конечно, нельзя было так, особенно. А в подъездах мрамор, вот, Москва слезам не верит в фильм, вот, подъезд, это примерно вот так, как показано в этом фильме? Ну, а сейчас, по-моему, тоже остался, подъезды-то не особенно разграбили. Ну, сейчас точно так же попасть же невозможно на экскурсию в эти дома, там же консьержи сидят, на же закрытые. Вы знаете, я не подхожу даже к этому дому, потому что я не могу уже видеть после всего того, что было, то состояние разграбления и разрухи, которые там сегодня есть. А кто разграбил-то? Сами жильцы? Ну, вы понимаете, что все, каждый магазин раньше, он был мясной отдел, там, бакалея, сыры, там, молоко, потом был кондитерский отдел, рыбы плавали в огромном этом самом аквариуме, мы мальчишками ходили за этими рыбами, значит, наблюдали, смотрели, ну, и так далее, там, я не знаю, какой-то виноводочный-то, ну, в общем, потом там был внизу комбинат питания сделан, и вы тут же, там, это поднимались, лифты оттуда подавали, паштеты, там, еще какие-то. Да вы что? Да, потрясающе. То есть хозяйка могла спуститься, делать заказ, и паштеты ты разношел? Да, да, да. Не к тебе в квартиру. Ну, внизу-внизу. Да, забирал, потом там было ателье, значит, мог что-то себе сшить, двухзальный кинотеатр «Пламя», который тоже разграбили, к чертям. Ну, а если представить себе, какова была Москва в то время, кварталы деревянных домов. Переложки еще. Более того, прям под дом были колонки синего цвета с водой и женщины с ведрами. Михаил Иванович, ну откуда у Михаила Васильевича такое представление? Это мечта, реализация мечты? Это же трудно представить. Это, по сути, 49-й год. Я правильно говорю, 49-й год? Ведь это послевоенное время. Это реализация у архитектора мечты. Вот так себе представляли люди жизнь будущего прекрасную. Или там жизнь советского строителя. Это вожди представляли. Вожди там не жили. Нет, представляли так. Вожди. Это была такая картинка. Что так должна быть картина. И я вам говорю, что это памятники победы в войне. А в планах было, что таких памятников или таких домов, конечно, будет гораздо больше, а не несколько? Это слишком дорогие проекты. Нет, ну а зачем? Вы понимаете, с точки зрения градостроительной, В свое время Москва утратила массу вертикалей, потому что колокольни, церкви, которые были, храмы вернее, разрушены, значит, это были вертикали и низкая вот Москва, деревянная такая-сякая, значит, которая, ну и облик такого города, удивительного, значит, множества церквей и низкая застройка. Ну а когда уже началась другая эпоха строительства, тоже было ощущение, что в городе не хватает вот того, что для него было характерно, таких вертикалей. Ну, сегодня эти вертикали потерялись, потому что, ну, чего только не построено. А дом на Смоленской площади, Министерство иностранных дел, ну, вы знаете, да, на Смоленке, все время показывают. И у него шпиль сверху, а он был запроектирован без шпиля. И вообще большинство высотных домов было запроектировано без шпиля. И потом Сталин, значит, вдруг эти выдумали, значит, что надо обязательно шпиль делать. Ну, то, что нету на западных домах, нигде на небоскребах и так далее. И уже, когда было завершено практически строительство, его сделали в срочном порядке из металла, из стали и то самое. Когда Сталин умер, в прошествии какого-то архитектора, автора этого дома написали письмо Хрущеву. Значит, что просьба, в связи с тем, что это было такое насильственное действие, убрать этот шпиль и восстановить наш проект, как он был. Все. Хрущев не согласился. Он написал на этом, пусть и останется память глупости Сталина. Ну, вот архитектора Пасохина Михаила Васильевича очень сильно критиковали за то, что во время строительства Дворца Съездов ему пришлось нести историческую постройку в Кремле, два монастыря. Вы помните этот период? Никаких монастырей. Там вообще монастырей не было. А снос какой-то был, и мы придумали это все. История этого вопроса, она, ну, как говорится, ну, есть всякие выдумки и так далее. Вообще на этом месте стояло какое-то уже, ну, типа Тоновского сооружения, а может быть после него, очень плохой архитектуры. Это был какой-то трехэтажный корпус. Ну, такой, ну, стоял-стоял. Ну, что, никакой там ни, этих храмов не было, ничего. Но, когда началось вот это проектирование вообще Дворца Съездов, был конкурс среди архитекторов. Вы представляете, какая зависть прежде всего. Кстати, вы как-то обмолвились о том, что мы форум, мы в нашем обществе архитекторов, мы вот театральному сообществу сложному форуму можем дать. Что я недословно цитирую вас. Кто-то сказал архитектору архитектуру ВОК. Да? Да. Видите, здесь Хрущев лично решал, что быть здесь. Это ужасно. Нет, в данном случае решение было принято правильно, я считаю. Потому что, если уж строить, то, как тогда и говорили, что это должно быть лицо эпохи. И когда туда, ну, там ведь многое сделано, действительно, тогда было, ну, просто это фантастика была. Тогда была идея ввести экстерьер в интерьер. Чтобы ты, когда находишься внутри, для тебя вот эти все соборы, они максимально приближались, ты ощущал в себя вот эту связь. Теперь, значит, в самый уже момент такой практически, ну, не то, что окончание, но уже какая-то часть работ в голову пришла к руководству или к Рущеву там одном сделать банкетный зал наверху. А перекрытие над залом-то уже было рассчитано, там, все, ну, это же страшная вещь. Сделать так была поставленная задача, чтобы можно было там пить, гулять наверху, а здесь бы мог играть, ну, условно говоря, симфонический оркестр. Вот, чтобы слышно не было. Это, знаете, это плавающий потолок был сделан специальный на резиновых амортизатах. Ну, в общем, это огромные там технические задачи решались. Дворец съездов был запроектирован и построен за 11 месяцев без единого иностранного рабочего, никаких там их быть не могло. Вот, значит, естественно, все материалы, все были советские. Единственное, что там было, потом это заменили когда-то, я даже не знаю, когда, там входная часть в зал с боков была облицована искусственной кожей. Это придумал Хрущев. Хрущев, ну, а Михаил Васильевич мог спорить с Хрущевом? Это сложно достаточно. Ну, вы знаете, ну, а что спорить-то? Вроде предмета не было для спора, я не знаю. Что-то я не помню такого. Но если заказчик все-таки государства или государственный лидер, вот в случае Никиты Хрущева, то, понимаете, архитектор, его чувство прекрасного, ощущение прекрасного исторического наследия может пострадать? Ну, у Хрущева там что было вообще? У него был, в общем-то, советчик очень такой, достаточно прогрессивный, это Аджубей. А вот, понимаете, и он влиял на его мнение, и сам он по себе был очень, ну, достаточно талантливый человек, способный, и все. И фактически даже вот эти дома на проспекте Калинина, это Аджубей, так сказать, привез эту идею. И так далее, потому что проспект Калинина сначала был запроектирован шестиэтажными домами, низкими вообще, да, вот, застройка была. Но потом, значит, съездили на Кубу, увидели там вот эту гостиницу такой формы, ну, чем-то напоминающие эти дома. Ну, и вот, значит, решили, как говорится, продолжить дело революции. Ну, вот так, понимаете, у отца была такая-то гениальная способность влиять на руководителей. То есть они ему доверяли, верили, понимаете, он, ну, как мнение вот его, оно было авторитетным. Тогда положение главного архитектора города, это было положение союзного министра, даже не будучи таковым, но это было очень высокое. Ну, вот он звонил там Брежневу, допустим, и его в течение недели он принимал. А там ломились, знаете, маршалы, министры ждут, там, я не знаю, месяцами, чтобы их приняли. А тут вот так. Андропов уже больной был, да, тоже он его принял, тоже в течение недели или двух, там, понимаете, это вообще невиданные вещи, потому что он объединял все то, что сегодня разъединено по разным ведомствам, это было все, и доработало порядка 13 тысяч человек. Это его зона ответственности, все отрасли сопутствующие. Там и экспертиза была, и охрана памятников, и то есть это все было одно. Жить и работать во времена госплана, жить и работать, то есть жесткий контроль государственный, государственный план, то есть экономика плановая, пятилетки, пятилетки, все очень жестко, очень быстро. Плюс ко всему люди, которые окружают Пасохи, насколько я понимаю, люди, руководящие должности, наверное, не совсем и компетентные часто в работу архитектора лезут, которые не обладают знаниями. Ну, это в брежневское время, когда это развивался, уже появился вот этот, так называемый, как вы говорите, соцреализм. Потому что это стало однотипно, монументально, тяжело, постепенно появились те материалы, которые ранее были запрещены, началась борьба со стеклянными фасадами, ну и так далее, со стеклом. Ну, короче говоря, и мы постепенно стали откатываться, откатываться от общемирового курса в архитектуре. Вы же третий раз в Томске, вы на площади Ленина же у нас были, рассматривались уже профессиональным взглядом. Я только что был в здании на встрече с губернатором. Да. Вот вас коробит, это можно увидеть в любом городе Российской Федерации, когда историческая часть прекрасная. И вот типовой театр драмы, или вот как выглядят, ну, вот эти белые дома, так называемые, в центрах города. Насколько вы сейчас на это смотрите, насколько у вас есть желание взять вообще вот это вот, почистить, властиком построить что-то? Ну, вы понимаете, у меня несколько другой взгляд на жизнь, который не все надо сносить и уничтожать. Потому что архитектура – это летопись в камне. И всегда все эпохи, они что-то ломали, что-то сносили. Но мы-то знаем, почему любим исторические города. Потому что исторические города – это как дерево, вот растет кругами. Вот и так наслаивались разные эпохи. И мы можем увидеть на примере, ну, допустим, вот такой очень характерный примет, по-моему, где-то в Севиле или в Гренаде, я помню. Там один из католических, естественно, соборов. Когда ты идешь экскурсии, там тебе покажут. Вот видите, здесь вот романский стиль. Здесь вот когда там, вот здесь синагога была. Здесь, значит, еще кто-то там был. А вот теперь какие-то… То есть, понимаете, вот эти все срезы, они позволяют говорить о городе как об историческом. Если мы сейчас все будем вычищать, ломать, то неизвестно, что мы еще построим вместо этого. Потому что хуже всего, когда начинается имитация под классику, имитация под что-то. А оно должно быть свое, оно должно быть, как говорится, идти изнутри. И вот это прерывать нельзя ни в народе, ни, как говорится, в других областях, а в архитектуре тем более. Ну, зрители наших томичей, пытливый наш зритель, конечно, с удовольствием хотел бы узнать ваше мнение по поводу нашего исторического центра. Когда все-таки мы смотрим на театр драмы в Томске, у нас сердце обривается кровью. Потому что архитекторам, на самом деле, можно только посочувствовать. Вот у художника полотно не удалось, его можно спрятать. Там роль какая-то не удалась у актера, а на рано или поздно из репертуара уйдет спектакль. А вот архитектор, если построил, здесь уж только столетиями. Ну, вы знаете, что не надо все время поминать в суе архитектора. Архитектор – выразитель эпохи. И вы правильно сказали, что потом, знаете, художник что? Это деньги краски, холст, ну и он сам. А здесь миллиарды тратятся, миллионы, да, на эти все сооружения. И тебе никто не даст так просто потратить, если это не будет соответствовать, особенно в те годы, если это не будет соответствовать общему, как говорится, заданному тону и вообще в архитектуре. Ну, сегодня вот мы были у губернатора, да, Жвачкина. Ну, очень интересная беседа, довольно продолжительная, и с человеком, который с огромной заинтересованностью относится к архитектуре, градостроительству и так далее, понимаете. И очень приятная это была беседа, в том числе и по проблеме сохранения охраны или наоборот, вот этого деревянного зодчества. Потому что были вот эти наши такие отвратительные 90-е годы, когда фактически очень много, ну и после этого происходило, просто дом находится на охране, значит, ты ничего сделать не можешь с этим домом, как только его, значит, восстановить. А он разрушается. Где деньги взять? Денег нет на это. И он сгорает. И он сгорает. То есть эта технология вся понятна. Вот в том числе мы это... Сегодня он говорит, ну, а я, говорит, сделать ничего не могу. В свое время, в 90-х, именно тамичат стояли, кстати, деревянную вот эту часть города, просто, ну, вместе с властью, просто доказав, что если потеряет Томск эту историю, то он потеряет, ну, практически все. Запросто. А в Москве, думаете, такого не было? Ну, это сейчас хорошо, что время, так сказать, распорядилось, у нас хоть что-то осталось. Но на самом деле ведь, ну, вот если взять Москву, да, был такой сталинский план реконструкции Москвы. Ну, когда появились набережные гранитные, которых не было и так далее, когда начали расчищать. И вот тогда по этому генеральному плану весь город был, все дома, которые, как говорят, смешали реализации прокладывания каких-то улиц, там, проспектов, там все, они все были снесены. И никакого... Это все трактовалось как поганое наследие отвратительного прошлого, или как его сказать еще, понимаете, преступного царского режима. То есть это не было, значит, каким-то... Тоже деятели культуры тогда, тоже архитекторы отстаивали отдельные сооружения, включая чуть ли не храм Василия Блаженного, понимаете? Многие томичи, наблюдательные томичи, а томичи вообще любят свой город, и любят, и знают историю хорошо своего города, знают... Это дом, где родился ваш отец. Так вот, несколько лет назад там построен над этим прекрасным деревянным домом, рядом построили высотку, и внешне это выглядит как вот этот большой гигант безобразный, он просто нависает практически над этим деревянным домом. Там даже кусок дома отрезали, вовремя остановили. Что вы испытываете от этого, когда как архитектор, или как человек, сын своего отца? Во-первых, я не знаю, кто это сделал. Я не знаю, но это сделано... Вот он так будет укором, пусть и стоит. Сегодня вот так петля выгоды, она задушила очень многое. Ведь даже не остановила эта мемориальная доска. Ведь можно было... Нет, ее не было тогда. Это уже потом появилось. Но все архитекторы знают, что Пасохин томичи, и что Пасохин застроил половину Москвы. Но это потом уже появилась мемориальная доска. Кстати говоря, усилиями томских архитекторов. Михаил Владимирович, но по вашим объектам можно, в принципе, изучать историю государства российского, поскольку вы вот восстанавливали, строили заново храм Христа Спасителя, который в себя, история этого храма, два века, там, 19-е, 20-е, вот мы в 21-е шагнули уже. Что, кстати, сложнее, восстанавливать или строить с нуля? Ну, естественно, восстанавливать. С нуля легче. Ну, как мне, не легче всего, но это значительно легче, потому что реализуется твоя задача. Страшно сложно и трудно это обыскать все архивы, это найти хоть какие-то обрывки, там, я не знаю, чертежей или чего-то для того, чтобы реализовать ту задачу, которая перед нами стояла, это создать максимально подлинно, в старых традиционных формах, так скажем, включая интерьеры. А по интерьерам была такая акварель написанная одна. Вот, и вот по этой акварели, значит, мы это все воссоздавали. То есть материалов мало исторически? Очень, то есть, я вам говорю, что минус просто. И вот мы, нам просто повезло, потому что в архивах нашли бухгалтерские книги оплаты за материалы. То есть, ну, там было написано, ну, пол, допустим, бельгийский мрамор желтого цвета, итальянский, ну, и так далее. Перечисление, допустим, всех материалов, с которых там мозаичные полы делались или что-то. Вот, таким образом, вот, большая научная работа многих, так сказать, людей, она позволила, в общем, вот так восстановить. То, что было ранее построено, оно в результате улучшено намного. Технологиями? Всем. Как это возможно? Этот храм строили почти 40 лет. 20 лет его только расписывали и убранством занимались художники великие, Крамской, Суриков и Верещагин, там целая прияда, и Маковский и так далее. Два года его разрушали так долго, что понадобилось более полутора лет, чтобы его взорвать, разобрать и прочее. И вдруг современные строители строят его в одних источниках сказано за 4 года, в других в 5. Вы знаете, когда, в общем-то, сносили его и так далее, он уже был в ужасном состоянии интерьеры. Вот эти все художники, которые там участвовали, вся их живопись, она сворачивалась такими, все падало, скульптуры разрушались, которые были снаружи и так далее. Почему? Потому что там был нарушен температурно-влажностный режим. А мы не могли же восстановить собор, где люди бы падали в обморок, понимаете, от духоты. Поэтому туда при сохранении общих, точных, всех этих габаритов, мы еще умудрились сделать все эти современные вентиляционные, вентиляцию, кондиционирование. Появился нижний храм, потому что цель этого нижнего храма, который сейчас там есть, это он выполняет роль приходского храма. Тот храм работает по различным, так сказать, ну, работает, службы проходят по торжественным случаям, а нижний, он там крестит, отпевают, как говорится. Вот. Для этого там есть такая надвратная церковка, мы здесь запроектировали, когда ты входишь туда. А для чего стоянка? Для прихожан стоянка, внутренняя парковка? Такое сооружение, оно не может не обслуживаться. Там работают очень много людей, которые охраняют, там совершенно естественно, когда приезжают определенные контингенты. Государственные лица, сопровождение кортежа? Нет, ну и потом и государственные лица, и священнослужители тоже определенного уровня, там, члены Синода, там. Вот это должно, да, сейчас же без автомобиля ничего не бывает. Если бы архитектор Константин Тон посмотрел бы сейчас свой проект или вот свою задумку в современной реализации, как вы думаете, как бы он оценил сейчас? Ну, вы знаете, Тон, я думаю, бы не расстроился, а обрадовался наоборот. Тут, ну, может быть, я какие-то крамольные слова скажу, но сам по себе архитектор Тон, он, с моей точки зрения, и точки зрения многих, не является светочем, так сказать, русской архитектуры, понимаете, своего времени. Потому что, ну, во-первых, он был по образованию, насколько я знаю, гражданский инженер, он строил железные дороги, вокзалы и так далее, очень много. И он как раз ту переломную эпоху, фактически, возник со своим творчеством, когда было при уже Александре, по-моему, третьем, да, это было, была провозглашена вот эта три ряда, значит, основных государственных, это народность, православие и самодержавие, понимаете. Тогда император это удовлетворил, это архитектура, это направленность, потому что православие связывалось уже в то время с историческим контекстом во всех проявлениях искусства. Тогда и художники стали писать, там, крестьян, там, бурлаков. Кстати, бурлаки, почему-то, когда на школе учили, это чуть ли не был какой-то революционный манифест, а Репин писал их по заказу великого князя, брата царя, который за эти деньги заплатил. Ну, народность модно стала, идти в народ, и все, да, и выяснилось, что народ, и тоже люди. А вот у архитекторов бывает такой соблазн внутренний, как у Монферрана в Исаакиевском соборе, который все-таки архитектор Монферран взял свой барелевщик куда-то туда, под купол туда, и все-таки изобразил. Кстати, император был страшно недоволен, когда стало понятно, что Монферран вот среди вот этих прекрасных исторических личностей, которые на куполе Исаакиевского. Скажите, у архитектора бывает такой момент честолюбивый, когда какую-то свою метку, свой какой-то фирменный знак, свое клеймо поставить на том объекте, может быть, для общего количества людей малозаметным, но тем не менее, такая меточка своя собственная, авторская. Я вам про это расскажу. Патриарх, этот человек был исключительный, конечно, но исключительный он был, ну как вам сказать, у меня-то такого происхождения не было и нет, но с точки зрения он же был, в общем-то, барон фактически. Патриарх Алексий II. Происхождение. Его там вот все предки, они служили в русской армии, и упомянуты на доске погибших, когда вот эти доски мы в храме перечисляли, там полки. И там предки Алексия II, получается, да? Да, Редигеры, да. Храм-то как раз в честь победы войны 1812 года, действительно, этих барельефов в первозданном виде были герои поименные. И вот это в нем, понимаете, вокруг него, вот это была такая аура какого-то человека, но который пришел, ну как говорится, не сегодняшнего дня, понимаете? Вот, и вот эта вся обстановка, ну знаете, как раньше было принято, ну и здесь наверняка, что если ты приходишь к человеку даже по делу, пока тебя раньше не накормят, тебя из дома не отпустят. Я помню, как эти бабушки мои носились с любым человеком, кто приходит, нет, ну вы покушайте, пожалуйста. Ну так же и к нему, когда мы, там я приезжал иногда, ну как докладывал по ходу работы, там все, он, значит, нет уж Михаила Михайловича, вот картошечки там. Ну то есть, понимаете, как это складывалось, я когда к нему приезжал, нажил, ну он очень скромно тогда, все это было, по сравнению, как жизнь развивается. А вот одновременно с храмом строилась резиденция президента Российской Федерации, Российской первого президента Ельцина в Кремле. Это весь казаковское здание, где сидел совет министр в свое время. Ну вы в этот момент, вы хорошо спите? Ну знаете, я уже в этом Кремле, ну был, ну как я скажу, более чем придворным архитектором, потому что я оттуда то закончили и плавно переместился уже вот это в здание, где всегда заседал Верховный Совет, в таком длинном, кишкообразном зале, где стоял фигура Ленина и где были сломаны вот эти залы Александра Невского. И вы его устанавливали. Ну я устанавливал. И вот в каком-то смысле я до сих пор удивляюсь. Я фактически как мой отец был, в общем так, достаточно близок с руководством. Ну и я туда как-то вот попал и стал реализовывать эти задачи. А еще третий объект, который одновременно с этим строился, это вот этот подземный торговый центр на Манеже. И я только и делал, что, значит, там меня снимут с работы, тут объявят выговор, там еще снимут с работы. Ну и так, ну конечно, это тоже, знаете, это... Сердце. Ну да, но я как-то это выжил. Даже там кто, если начинал и потом приходило это в тупик, то Ресин всегда это заместил. Ну вы знаете, наверное, Владимир Владимирович Ресин. Ну Ресин заместитель Лужкова, да? Построительству. Идите к Пасохину, нечего мне тут рассказывать, он вам все сделает. Ну вы неоднократно замечали тот момент, формулировали, что архитектор должен быть очень твердым характером, иначе пережуют, переломают, задавят, растопчут. Ведь он без этого качества, потому что каждый, тут если каждого слушать заказчика, вас придержащие люди, там и просто заказчики с деньгами, можно никогда ничего не построить или построить нечто ужасное. Скажите, пожалуйста, Зураб Церетели, он не дает покоя, как, собственно, и архитектор Пасохин дает покоя московской публике, которая разделена там на две части. Ну что касается Зураба Церетели, одни считают его художником, скульптором, да, а другие считают его человеком, который вот так вот, так счастливо сложилась судьба, да, вовремя попасть в обойму и так далее, или умение работать. Кстати, тоже немаловажный момент. А вы как относитесь? То, что личность выдающаяся, вот это факт, потому что я-то его знал еще тогда, когда он с дыркой на ботинке ходил, понимаете? Ну вы даже в родственных отношениях были с Зурабом Церетели, да? Я на его дочери женат был первым браком. И сын Василий, это мой, ну, я же говорил, директор Института современного искусства, мой сын. Зураб Церетели отличается, это грузинский князь, грузинский род, друг друга они всегда поддерживают, грузины очень дружный народ, но правда ли, что и Храм Христа Спасителя расписывал и Церетели, и под его руководством такие грузинские артели? Очень много было грузинских художников. Ну вот кто-то должен, как всегда, объединять, значит, да, но был организован совет по художественному убранству храма, потому что все боялись, и я тоже не мог взять ответственность за то, как в росписях те или иные писать фигуры, правильно или неправильно, или надписи, да, на старославянском языке, все это надо было, чтобы кто-то проверял, и вот тогда митрополит Ювеналий, он был председателем этой комиссии, ну там, естественно, я был и так далее, которая была вне, никакого отношения к правительству Москвы, как бы она ни имела. Мы, значит, объезжали мастерские художников, многих, которые там работали, там, ну что, Зураб, он, так сказать, руководил, Зураб Константинович, да, я уже так называю. Вот, и это вот, да, и просматривали эти эскизы, и все, ну, он, конечно, личное участие принимал вот в изготовлении фигур, дверей, вот это то, что там выполнено из бронзы, отливки. Это да. Михаил Михайлович, Царицына, к сожалению, сегодня не хватило времени поговорить о Царице, но очень красивая история. Для нашей семьи тоже интересная история. Почему? А потому что первый брался отец за восстановление Царицыны. То есть вы с Пасохиным-старшим столкнулись и на Кремлевском дворце, вам пришлось на одном объекте со временем? Я везде, а на Кудринской площади, высотка его, а Новинский пассаж мой, вот этот, сбоку, и фонтан мой. То есть это ваша такая Пасохинская площадь, или не Пасохина, по сути? Да, но самое интересное, что по жизни я к этому не прикладывал никаких усилий специальных. То есть меня взяли и вызвали, и там эти заказчики были, ну, короче говоря, начал там проектирование дома музыки в свое время. Я участвовал в конкурсе, тогда Хренников был председателем. Тихон Хренников. Тихон Хренников, да. Союза композиторов. Союза композиторов, и вот мне-то, я тогда неожиданно, в общем, потому что там получил, он ему выбрал, потому что, ну, я так немножко в лоб там было у меня такое решение, там, напоминающее какой-то орган, там, ну, что-то такое музыкальное здание. И Большой театр восстанавливали, реставрировали? Да, а я все, я работал, как, знаете, как склифосовский. Я горжусь своей судьбой. Понимаете, что, которое мне выпало счастье такое создавать, ну, не только воссоздавать, но и вот сейчас последний мой дом высотный, фактически он завершил застройку Садового кольца. Да, это оружейный переулок, где памятник Калашникову поставили. Вот это вот, ну, из моих последних произведений. Потом дом в Сити тоже, такой он золотого цвета там, значит. Какая глубина вашего вот этой мысли архитектурной в планах в будущем? В будущем? Вы знаете, я совершенно уже не стремлюсь строить какие-то объекты, так сказать, пафосные или уникальные, или что-то. Потому что уже достаточно много построено таких объектов. Можно виллу проектировать или какой-то дом, но уже, так сказать, просто раскрывать действительно свои мысли по этому поводу. Есть люди, которые строят дворцы и виллы загородные, как вы это называете. Скажите, а вкусовые качества какие-то привиты? Все-таки есть люди, которые приходят к проектировщикам, к архитекторам и говорят, вы построите мне не статусный дом, а построите мне произведение искусства архитектурного. Есть ли запрос такой у богатых людей? На Рублевке есть красивые дома, настоящие как произведение архитектуры? Хотя бы один. Ну, во-первых, я их все не изучал, вот эти дома. Но, судя по тому, что, как говорится, я вижу ужасные дома, ужасные дома, просто многие, ужасные. Хотя стоят таких денег, что... Миллионы долларов. Михаил Михайлович, какой значок на вашем лацкане? Что это за значок? Это значок государственной награды. А как он называется? За заслуги перед отечеством. Я вас благодарю за беседу. Я думаю, что впоследствии вам отдадим исходник. Это вы будете писать книгу-мемуары. Мы вам, вы уже сегодня какую-то часть работы сделали. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин